здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья это видео будет полезно для тех кто хочет послушать какую-то информацию про малину сегодня я расскажу вам как я выращиваю малину в своем саду что я делаю как обрабатываю чем кормлю в общем давайте все по порядку ну конечно же вы должны в первую очередь составить план и выяснить куда вы посадите свою малину я выбрала в своем саду довольно таки такое значит солнечное место и довольно такой приличный отрезок для нее выделила грядку почти что 10 метров сейчас я вам покажу как она у меня выглядит малинник мой идет вот такой вот полосой сейчас я сделаю такой обзор вот такой вот большой полосой и ширину он приблизительно полтора метра возможно уже даже наверное побольше нет думаю что метра уже 2 наверное я все-таки ему оставила и так мои дорогие друзья сейчас очень сложно понять как я прохожу там в центре но на самом деле вот здесь в серединке у меня проложена такие проложена такая тропиночка и я по ней иду и разгребаю как бы в стороны вот эти вот кусты и значит есть у меня по обе стороны проход еще вот в центре вот этого малинника вот вот посмотрите как как она себе наращивает любит крапиву удаляя ее она все равно образуется и пышным буйным светом дорогие мои друзья вот выглядит он уже к июлю месяцу так как будто бы просто я его и вообще не обрезала а сейчас я вам ставлю на секундочку видео и покажу как он ранее весной как он выглядит то еще я делаю вот там-то вдалеке вы видите малинник малинник я тоже обрабатываю тем же фуфаноном также обрабатываю потому что иначе будут малинки червивые конечно же поверить в это очень сложно но тем не менее вот так вот он нарастает просто нещадно нарастает но это значит что значит хорошо ему значит все благоприятно складывается дорогие мои друзья конечно же если вы хотите чтобы вас радовал ваш малинник чтобы он вас не выбешивал было бы понять конечно же просто замечательно и прекрасно это я вам от всей души этого желаю его чем-то оградить под землей приблизительно полметра то есть сделать ров вставить туда что-то что что не позволит прорастать корням и разбредаться по всему саду например там какие-то остатки поликарбоната металлические листы шиферные листы и в общем у кого что есть я именно и ограждала тем что у меня есть то есть там у меня не что-то такое однородное идет по всему кругу а прям вот так вот понимаете что было темы закрывали и это конечно же позволяет мне просто отдыхать от лишней работы чтобы бороться вот с этой порослию не которая растет просто нещадно это агрессор тот еще и распространяется со скоростью звука она по всему саду и стреляет так далеко что потом просто устанете с ней бороться поэтому для того чтобы она вас радовала не бесила лучше это сделать конечно я сделала это спустя два года и и конечно же все успокоилось это буйство но те кто прополз они и сейчас еще спустя там сколько уже вот лет прошло и одни все равно где-то как-то пытаются сохраняется в общем это конечно то еще то еще неприятности если этого не сделать ну допустим что вы уже все это сделали место выбрала выбрали и какие же теперь выбирать сорта конечно же сорта нужно выбирать совершенно разные постарайтесь не сажать все одного сорта потому что бывает иногда какой-то с какой-то в какой-то год этот сорт вот просто ну не хочет расти а другой сорт просто буйствует и радуется вот тому что например там дождливому лету а другой очень любит солнечное лето в общем постарайтесь чтобы сорта у вас были разные у меня каких только нет и людская доброта это то что люди там дали поделились и где-то сама нашла что-то там откопала и конечно же покупаю я сорта из таких вот из таких вот просто вот самых очень крупных наверное вот шапка мономаха у меня значит по моему золотой геракл в общем я уж так наизусть конечно же не помню этих сортов но я старалась покупать не ремонтантные я не очень люблю ремонтантные сорта конечно же они плодоносят очень долго и долго вы будете с ягодами но мне как-то вот не очень нравится вкус этих сортов честно сказать я больше люблю вот попроще вот эту малину она намного намного ароматнее вот поэтому малина у меня всякая и длинненькая и кругленькая и крупненькая и мелкая и желтенькая и черненькая и красненькая в общем у меня там целая палитра всего всего полно вот дорогие мои друзья и так значит это то место которое вы выбираете конечно же нужно это все перекопать удалить все многолетние сорняки конечно же необходимо внести компост залу если вы занимаетесь органическим земледелием природным земледелием если вы традиционным занимаетесь земледелием то внесите какие-то минеральные удобрения комплексные например например буйское какое-то ому комплексное универсальное удобрение то есть их просто существует сейчас вот просто уйма уйма вот поэтому выбор большой я их не применяю я значит вношу компост из залу дорогие мои друзья и так значит каким образом мы сажаем вот вы принесли большой большой там росток откуда-то вот с хорошей корневой системой конечно же если у вас нет возможности мгновенно его посадить то прикопайте в земле не держите его так вот нигде они очень быстро малинка вот я вот собра сорвала может быть часа там три назад а вот подготовилась видео снимать вот они уже так вот увядают очень очень значит хорошо и очень заметно увядает поэтому значит прикопать это самый такой лучший вариант вот ну допустим что у вас есть возможность посадить сразу же будем об этом говорить итак дорогие мои друзья значит необходимо оставить вам черенок приблизительно 30 сантиметров все что сверху всю макушку и все вверх нужно просто удалить вот хватит вот фото синтеза вот на этих вот листьях 30 сантиметров и значит укоренение произойдет куда быстрее нежели вы оставите вот такую длинную длинную ветку да она еще будет порусить от ветра и раскачает корневую систему и может просто-напросто засохнуть и не прижиться дорогие мои друзья на начальном этапе требует конечно же малина очень сильного полива на начальном этапе нужно и рыхлить и удалять сорняки но я в природном земледелии все мульчирую поэтому значит мульча что такое мульча мульча это еда для микроорганизмов микроорганизмы под мульчей вырабатывают все необходимые питательные вещества для малины и также значит мульча позвали они рыхлят микроорганизмы рыхлят эту землю мне не нужно ее не подрыхливать ничего и мне не нужно малину поливать потому что под мульчей очень очень долго сохраняется влага дорогие мои друзья и так значит вот мы посадили малину и давайте теперь будем разговаривать про уход от ранней ранней весны до поздней поздней осени первое конечно же что я делаю это ранней весной апрель месяц когда есть возможность значит подойти там к устам и значит что-то уже там поделать в саду конечно же я обрабатываю весь весь сад ранней весной в том числе малиник я хоть и природным земледелием занимаюсь но применяю на смородине черный красный на малине на клубнике я применяю химические препараты причем серьезный препарат фуфанон или еще карбофос жидкие его называют потому что его все боятся все уважают все дрожат и все убегают вот мои дорогие друзья все фито все био я применяю только тогда когда уже висят плоды и идет речь о спасении растения а так я применяю очень серьезный препарат потому что малину любим не только мы с вами малину любят просто вот такая вот уйма уйма значит всяческих вредителей значит вредителей всякие долгоносики клещи малиновые клещи жуки малины значит что там только нету мои дорогие друзья и совершенно недавно в контакте мне задают вопрос чтобы я рассказала каким образом был бороться с галицей с малиной галицы это комарик противнющий такой значит вредитель который значит откладывает яйца на стволике и значит проникает туда личинка делает такое вздутие делает стволик хрупким он становится ломки пересыхает весь и вот такая зараза если она значит заводится в гигантских объемах она может погубить просто весь малинник бороться с ней нужно и борюсь я методично не дожидаясь ее а если уж она появилась то нужно значит взять за правило и обрабатывать малинник два раза в год очень серьезно ранней весной до лета вот этой этих галец этих комариков а начинают они летать когда почва нагревается до температуры 12 градусов то есть значит вот в нашем регионе ярославская область это нужно в апреле месяце сделать май но там края в начало мая вот и конечно же после того как вы сделали омоложение и обрезку обязательно просто вот понимаете святое просто фундамент обязательно нужна обработка тоже но об этом чуть позже и так мои дорогие друзья ранней весной когда стает снег и можно подойти к малине я начинаю малину обрабатывать фуфаноном и так вот фактически на этом и сводится к нулю уже моя вся теперь обработка значит так как она у меня замульчирована вся малина я ее уже не рыхлю я ее уже не не поливаю а значит спокойненько дожидаясь плодоношение и вот начинается у меня плодоношение мы собираем урожай ничего я уже там не трогаю если я вижу что какой-то листик там заболел пожелтел я не впадаю в панику дорогие мои друзья растения так же как и люди у них иногда что-то случается то концы посекутся там волос то прыщ какой-то вскочит понимаете то здесь почешется чего-то и и это же не означает что мы должны лечь в больницу и пропить антибиотики там и да или какой-то там пройти какую-то химию терапию это же совсем не нужно и у растений то же самое они совершенно их иммунитет позволяет справляться со многими значит заболеваниями со многими неприятностями но да конечно визуально это мы увидим что где-то какое-то случается но все-таки вот давайте я вам такие скажу вот самые основные значит а самые основные пожелтения или там какие-то вот неприятности с листьями значит если у вас не хватает магния или железа то лист становится такой желтый и с зелеными зелеными такими прожил очками если не хватает фосфора то побеги утончаются и очень очень плохо растут если не хватает калия то лист начинает скручиваться и сохнуть если не хватает азота то лист становится такой светлый тонкий и такой какой-то недоразвитый если у вас переизвыток азота то лист становится жирный мощный растение с виду очень красивая но плоды недоспевшие просто осыпаются это называется что он зажирел и это переизвыток мои дорогие азота и так мои дорогие друзья значит об этом я вам сказала что не паникуем если что-то где-то там какой-то лист лист какой-то пожелтел почернел там не переживайте но такое может быть вполне себе и так значит собрали урожай и вот здесь вот и значит поджидает нас самая основная работа по малиннику малину нужно омолаживать сама по себе малина конечно же растет только в лесу и в сама по себе она там появляется сама по себе исчезает и для того чтобы она у нас сама по себе не исчезла в саду конечно же ее нужно всегда омолаживать что я делаю смотрите малина это кустарник корневища у нее многолетние а значит сам у нее сам сам у нее побег он двухлетний вот сейчас я вам показываю побег который вырос значит ранней весной вырос и сейчас он имеет вот такой вот зрелый вид этот побег я обязательно оставлю это очень хороший побег который даст прекрасный урожай на следующий год а какой же побег я буду удалять вот такой вот побег я буду удалять который уже от плодоносил он вот здесь вот имеет такую древесную структуру этот побег значит а древенел от плодоносил и на следующий год он будет просто сухая палка а вот этот побег станет таким же древовидным как вот этот вот и будет плодоносить вот мои дорогие друзья я удаляю побеги которые от плодоносили я удаляю сухие засохшие ветки я удаляю вот такие вот побеги которые тонкие и я удаляю побеги которые называются ведьми на метла это вот много-много целый пучок вот таких вот как бы не надо надеяться что там что-то у вас целая какая-то куча вырастет малины ничего там не будет вообще ничего но питания они сожрут очень хорошо поэтому тонкие побеги мы удаляем а еще я удаляю побеги которые поражены например если я вижу что какое-то почернение на стволе значит это обязательно там засел какой-то вредитель и этот побег я удаляю если это на верхушке вот такое повреждение то я удаляю эту черноту до здорового листа и вообще значит все побеги которые остаются у меня вот эти вот мощные да значит на следующий год плодоносить я тоже их подрезаю верхушки я отрезаю примерно сантиметров может быть 20 и значит это делаю я для того чтобы спровоцировать значит рост боковых побегов которые будут плодоносить еще больше будет плодов на этой малине потом она не становится такая такой вот валкой она не валится в повалячку она хорошо очень умеет стоять ну и конечно же в дождливый какое-то такое время она все равно будет наклоняться как в общем то и все наверное в саду в дождливый год и горох валится и на валится и все кусты валятся это уж так 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 такова уж такова уж судьбинушка их вот такие ветки я оставлю для плодоношения на следующий год вот эти ветки и отрезаны у них будут еще вот так вот в макушечке вот до сих пор приблизительно вот значит вот эта ветка будет оставлена она прекрасно от плодоносит на следующий год вот это все вот это вот поросли которая вызреет и хорошо значит даст хороший урожай вот это вот веточка я вижу что это другой уже сорт тоже даст хороший урожай вот перспективная очень а вот рядышком с ней которая сейчас вся в плодах вот видите коричневый у нее такой ствол вот эта ветка будет удалена просто до основания до земли вот эти веточки будут удалены просто до основания до земли оторвала нечаянно ну ладно все равно уже их удалять вот это будет оставлено вот это значит перспективы на следующий год принцип вы поняли да ну а теперь давайте я вам попробую показать ветки слабые ветки слабые и которые тоже вот смотрите вот тоже побег до малиновый побег но он не вызреет а толку от него не будет никакого поэтому он будет удален полностью вот этот побег тоже удален будет полностью потому что он малоперспективный а питание он забирает бутенате дорогие мои друзья обрезка также необходимо конечно же для того чтобы не было в малиннике загущенности потому что загущенность малиннике приводит к образованию всяческих болезней там формируются всяческие гнили разводятся грибные заболевания а как они там появляются спорами споры ведь они пролетучие очень они и ветром и дождем и птицами в общем способов попасть их просто миллионы понимаете они везде всюду они вездесущие поэтому значит после обрезки мы с вами обрабатываем наш малинник средством от вредителей и обязательно средством от болезни и вот теперь малина вам скажет спасибо огромное за то что ты за нами так внимательно ухаживала и подарит вкуснейшие ароматные сочные свои плоды дорогие мои друзья подведем итоги и так ранней весной обрабатываю фуфаноном все на этом все у меня закончилось потому что мульча делает все рыхление поливы отменяются потому что у меня все замульчировано удобрения отменяются потому что мульча это корм для микроорганизмов микроорганизмов поедая мульчу вырабатывают биогумус которому которого хватает вполне себе для значит для малины единственное чем я малину балую это компостом под зиму я могу ее под зиму подсыпать и компост когда например там выбираю компост да вот какой-то вот партию компоста вот но это это совершенно не обязательно потому что земля всегда плодородная в природном земледелии под мульчей дорогие мои друзья я собираю ягоды и я не трогаю малину потому что никаких опрыскиваний никаких ничего я этого не произвожу значит собрала урожай у меня сортов ремонтантных нет я их не очень люблю поэтому я дружно ее начинаю обрезать после того как собрала урожай и после того как я ее обрезала и омолодила сразу же прямо сразу же я обрабатываю опять как следует фуфаноном причем постарайтесь пожалуйста значит побольше внимания уделить и побольше туда напрыскать там где места срезов это очень привлекает всех вредителей забраться туда вот в этот столбик и там перезимовать потому что это очень хорошенький и уютненький домик для них дорогие мои друзья помимо того что я обрабатываю фуфаноном я еще и обрабатываю значит фитоспорином но фитоспорин я вношу чуть позже потому что все-таки фитоспорин это синая палочка и чтобы не было конфликта вот с химикатом вот в этой синой палочки я выжидаю две недели и фитоспорином обрабатываю прямиком из лейки я просто сею ее из лейки эту спору синой палочки для того чтобы она боролась с грибами с гнилями и совсем совсем уже под зиму это где-то наверное октябрь если он холодный или ноябрь если осень была хорошая я проливаю значит водой с дегтем и и малину я обмазываю дегтом стало стволы молодых деревьев которые могут объесть мыши я брызгаю на розы потому что у меня могут мыши объесть все розы я проливаю клубнику дегтем чтобы мыши не шебуршались и не навели мне шороху в клубнике в общем малина тоже спасена получается от значит вредителей потому что в мульче которая воняет дегтем никто зимовать не захочет друзья мои а если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока